Я Сергей Никольский, и я рассказываю о голландской живописи Золотого века. Первый рассказ об утраченном искусстве, о картинах, которые пропали и которых у нас нет. Прежде чем рассказывать о живописи, нужно понять, а что мы имеем. Все знают, что картины гибнут, пожары, войны, грабежи, кораблекрушения. Что у нас есть? Большинство картин голландского Золотого века не сохранилось. Что такое большинство? 51%-60% пропало 99% картин, которые были тогда созданы. Может быть 95%. То есть у нас остался в худшем случае 1%, в лучшем случае 5% того, что когда-то называлось и сейчас называется голландской живописью. Только этот 1% мы можем любить или не любить. Про этот 1% мы можем писать статьи, книги, делать вот такие видео. И только этот 1% мы можем увидеть в музеях. Хотя тут тонкость. В музеях висит 1, 2, 3, 5% того, что до нас дошло. То есть у нас крупица, у нас песчинка. И только когда мы на эту маленькую частичку смотрим, мы думаем, что мы знаем всю голландскую живопись. Из-за пожаров, плесени, из-за людского равнодушия погибли не только справедливо забытые портреты, натюрморты художников-чернорабочих. Нет. Погибли работы художников-генералов. Иногда от художника не осталось ничего. Мы знаем, что кто-то родился, учился, поехал в Италию. Там у него был успех, вернулся, у него были ученики. Он исполнял заказы и ничего не осталось. И таких полностью пропавших не десятки, а сотни имен. И я говорю только про голландцев. И вот этот рассказ о пропавших картинах. Первым примером будет Карел Фабрициус. Известный художник. Его визитная карточка, что он был учеником Рембрандта. Звучит гордо, но это не совсем так. Потому что у Рембрандта было очень много учеников. Оптимисты насчитывают 99. На самом деле было меньше. К нему ходили просто так поучиться рисовать у модного мастера. К нему ходили художники, чтобы научиться делать, как Рембрандт. Узнать его секреты и научиться продавать, как Рембрандт. Иногда к нему шли уже состоявшиеся художники. Например, Говерт Флинк и Фердинанд Бол. Они на самом деле подражали Рембрандту, когда тот был моден. А когда тот вышел из моды, они стали писать по-другому, как требовала от них публика. Совсем немного художников, которые научились чему-то у Рембрандта. А потом стали искать что-то свое. И как раз вот таким художником и был Карел Фабрициус. Более того, про него говорят, что он был единственным настоящим и большим художником из учеников Рембрандта. Некоторые даже говорят, что если бы он не погиб трагически во время взрыва пороховых складов в Дельфте в возрасте 32 лет, если бы он не погиб, то, может быть, он превзошел бы мастера. Может быть, мы не знаем. Так обычно говорят кураторы музея, где висит Фабрициус, и особенно те, кто пишет про Фабрициуса статьи. Но в любом случае, Фабрициус писал не по шаблону. Он искал и нашел свое лицо, свой художественный язык. Он самобытный и интересный художник. Итак, интересный художник, важный художник. Сколько картин дошло до нас? 12. Может быть, 13. Может быть, 14. Про эти картины идут споры. Но 12 всеми признаны. В 1981 году вышел каталог с его работами. Там было всего 8 работ. Вот прошло 40 лет, за 40 лет нашли еще 4 работы. Получается, вот у нас за 10 лет находят одну работу мастера. Я перечислю тут эти картины. «Воскресенье Лазаря» из музея в Варшаве. Ранняя картина 1643 года. Художнику 21 год. Того же самого времени. Гера из Пушкинского музея. Без подписи. 1645 год. Через два года. Ангел и Агарь из Лейденской коллекции. С подписью. Автопортрет. Из старой пинокотеки Грюнхена. Того же года. От подписи осталась одна буква. Следующий год. 1646 год. Меркурий подкупает Аглавру. Из Бостона. С подписи. Тот же год. Меркурий и Аргус. Из Лос-Анджелеса. С подписью. Около 1647-48 годов. Автопортрет из Боймонса в Роттердаме. Подписан. 1649 год. Портрет Абрахама де Поттера из Риайкса. Подписан. Ну, портрет довольно скучный. Рядовой портрет. Тем не менее, это Фабрициус. 1652 год. Крошечный вид Дельфта из Лондона. С подписью и датой. На самом деле, этот вид Дельфта не картина. Это небольшая панель, которая использовалась для специального оптического ящика. Делались такие обманки, иллюзии объемные, когда в ящик по разным сторонам ставили специальные панельки, вставляли зеркала, и зритель смотрел в отверстия и, о чудо, видел объемные или интерьеры, или улицы. Фабрициус сделал несколько таких ящиков. И, наконец, три главные и самые совершенные работы датируют 1654 годом, годом смерти художника. Это знаменитый щегол из Гааги, из Морит Хейса, подписанный. Картина стала знаменитым после романа Тарт. Стражник из Шверина, подписан. И автопортрет из Лондона, подписан и датирован. Мы знаем про несколько работ Фабрициуса, которые были и пропали. Их больше нет. Итак, в старинных документах упоминаются портреты, эскизы голов, это так называемые трони, когда изображается не человек, а, например, голова старика, или же ребенок, или голова девушки, или голова солдата, голова цыганки. И пропали изображения гербов Дельфта. Художники должны были зарабатывать себе на хлеб и брали за любую работу. И вот Фабрициус исполнил такую декоративную живопись. Пропали иллюзионистские оптические ящички с интерьерами и видами городов, как я говорил. Это были не единственные обманки, которые Фабрициус писал. Он расписывал холсты для целых стен в богатых домах. И там были обманки перспективы улиц. Все это пропало. Известно, что Фабрициус выполнил некий заказ или даже заказы для принца Аранского, самого главного заказчика в стране. Неизвестно, что это было. Все это исчезло, не дошло и пропало без следа. Есть работа, от которой остался небольшой след. В 1864 году сгорел музей Бойманс. И там погиб семейный портрет кисти Фабрициуса. Огромная работа размером метр шестьдесят на два сорок. Но маленький мальчик, которого звали Альфонс де Стерс, до пожара когда-то, посетил этот музей, вернулся домой и нарисовал картину, которая ему больше всего понравилась. Которая его впечатлила. И это была работа Фабрициуса. Альфон де Стерс никогда рисунку или живописи не учился. Художником он не стал. Он стал камергером королевы и посланником во Франции. Тем не менее, эта акварель до нас дошла. У нее другие пропорции, чем у картины Фабрициуса. О пропорциях мы знаем, потому что в Матей Бойманс был каталог. Так что напоминание о работе есть. А вот какой был портрет, нам абсолютно неизвестно. Почему так мало работ дошло? Фабрициус начал писать в 19 лет. Умер, погиб в 32 года. То есть в 13 лет работы дошло 12 холстов. Даже если приплюсовать к этим холстам те работы, которые когда-то Фабрициусу приписывались. Это портреты из Кёльна и Торонто. Это трони, про которые я говорил. То есть рожи. Есть такие в Гронингене, Лувре, Ливерпуле и Гааге. Если добавить сюда знаменитую тушу быка, эта туша быка висит в Глазго. Когда-то считалась картиной Рембрандта, как всегда бывает с Рембрандтом. Когда решают, что это все-таки не Рембрандт, то стараются приписать картину ученикам Рембрандта. И вот ее однажды приписали Фабрициусу. Потом решили, что это и не Фабрициус тоже. Если собрать все эти картины, то все равно выйдет меньше работ, чем Фабрициус должен был писать за один год. При этом Фабрициус славился быстротой работы. Возможно, какие-то работы Фабрициуса лежат в запасниках, лежат в частных коллекциях, и никто не знает, что это Фабрициус. Наверняка так. Как я уже говорил, за 40 лет нашли 4 неизвестных нам работы. Тем не менее, это 2-3% от того, что сделал художник. Все остальное погибло. Возможно, какие-то работы Фабрициуса и лежат в каких-нибудь коллекциях, и они безымянны. Даже наверняка так. Может быть, их найдут. Искусствоведы как раз и занимаются поиском безымянных работ и пытаются налепить на них имя известного художника. Пока этого не случилось. И атрибутировать правильно картины Фабрициуса трудно, потому что слишком мало картин. Если бы у нас было 50 его картин, то было бы гораздо проще на основании манеры или стиля атрибутировать неизвестные работы. Сейчас это трудно. Тот же самый вопрос еще раз. Почему так мало работ Фабрициуса сохранилось? Какие-то работы, несомненно, погибли во время пороховых складов в Дельфте. Тем не менее, не это главная причина. Главная причина – мода на живопись меняется. Ну, например, когда-то в Советском Союзе внедряли соцреализм. Только за него платили, и художники писали соцреалистические картины. Потом Советский Союз развалился. За соцреализм никто не платил. Эти картины стали пропадать, будут пропадать. Или академизм, который был в Европе в конце 19 века. Когда ему на смену пришли футуризм, кубизм и прочие измы, интерес к академизму исчез, картины поместили в запасники, денег на реставрацию не будет, картины пропадают. То же самое произошло и с голландской живописью, и с картинами Фабрициуса. Когда целая стена дома расписана перспективой улицы, то это не значит, что следующий хозяин захочет такое же украшение. Нет, скорее всего, он захочет что-нибудь другое. А это работа. А куда такую большую девать? Ее просто выкинул. Фабрициус в нынешней табеле о рангах считается важным художником. В 17 веке он был художником третьего ряда. Однако же он все-таки был немного заметен, потому что заказ принца Оранского о многом говорит. Тем не менее, он был беден. И, например, не смог заплатить вступительный взнос в гильдию Святого Луки в Дельфте, а эта гильдия давала разрешение на продажу картин в городе. Он не смог заплатить сразу 12 гульденов и заплатил это только в два платежа. Что такое 12 гульденов? Это половина месячной зарплаты рабочего, квалифицированного. Не самая высокая квалификация, но все-таки. То есть Фабрициус жил от заказа к заказу и постоянно работал. И вот сегодня осталась нам только дюжина его картин. Увы, время так обошлось не только с ним, а со всем голландским искусством. И говорить о потерянном искусстве трудно, потому что книга о нем не написана. Пока была об одном художнике, сейчас будет про один музей. Тот самый музей Бойманса, где погиб семейный портрет Кисти Фабрициуса. Музей сгорел 16 февраля 1864 года. Погибло 293 картины. Был издан каталог, поэтому мы знаем, что исчезло. Среди этих картин 200 картин художников голландского золотого века, то есть художников 17 века. Что обидно, погибли монументальные работы, шедевры многих художников. Если маленькие работки можно было посрывать со стен и выбежать из горячего зала, то монстр размером 2 на 2,5 метра, да еще в раме, из горячего зала не вынесешь. Итак, совсем коротенький список того, что сгорело. Сгорел огромный семейный портрет Кисти Хельста. Кто такой Хельст? Самый модный живописец Амстердама, который пришел на смену Рембрандта. Большой групповой портрет роттердамской милиции Кисти Лудольфа де Йонга. Неизвестный художник, очень хороший. Сейчас я буду перечислять пропавшие картины художников, которые, возможно, никому неизвестны. Тем не менее, все это громкие имена в голландской живописи. Четыре холста Альберта Кейпа, любимца английской публики, в 18, 19, 20 и 21 веке. Большой холст Питера де Хоха, друга Вермеера. Громадная охота Абрахама Хондиуса. Единственная картина Яна Вандерляйса. Вот и не знаем, что он был за художник и никогда не узнаем. Единственная картина Кола. Тоже кто такой, тоже не узнать никогда. 12 картин Паула Самурелса. Ну, этот известен, был очень плодовитым. Пропал большой пейзаж Якоба Ван Рейсделла, самого главного пейзажиста в голландской живописи. И еще маленький его пейзаж. И еще один маленький пейзаж. Два Яна Стена. Того Стена, которого так любят в самой Голландии. Большая Марина Вильяма Ван де Вельда-младшего, самого главного мариниста. Тогда же было потеряно 40 холстов без автора. Мы не знаем, что это за работы. Хорошие или плохие. Скорее всего, хорошие, если они добрались до музея. Вполне возможно, что там был Фабрициус. Или Вермеер, которые тогда еще были не открыты. Все это сгинуло без следа. Пропали работы художников 2-го, 3-го, 10-го ряда. А вот все равно жаль. А вот все равно интересно. Почему? Ну, например, пропал художник Блинкфлетт, который работал в начале 18-го века. Ну, в голландской живописи 17-го века какое имеет он отношение? Имеет. Блинкфлетт подражал знаменитому итальянисту Николасу Берхему. А Берхем был очень популярен в 18-м веке, в эпоху Рококо. И вот если мы знаем, как Берхему подражали, то можно понять, что тогда в 18-м веке ценили, что в Берхеме находили. Может быть, манеру работы красками, может быть, цвет, может быть, сюжет. Чем меньше таких работ и подражаний, тем меньше мы понимаем, как Берхем воспринимался. А это интересно. И таких историй о пропавших художниках сотни. Теперь я расскажу о трёх художниках, известных и неизвестных, что сохранилось из того, что они написали. Художники – это знаменитый Вермеер, это Герард Доу, сейчас неизвестный, когда-то самый знаменитый голландский художник, и Бартоломеус Бренберг, вполне хороший художник, был известен в 17-м веке, сейчас его знают только специалисты. Итак, сначала Вермеер. 350 лет тому назад он был известен, но только в своём родном городе Дельфт и только нескольким поклонникам. Вермеер работал 22 года, писал живопись, и считается, что он работал очень медленно. Три работы в год. Вероятно, сначала чуть быстрее, но потом три работы в год. То есть 22 года на три работы должно быть 66 холстов, допустим, 70 холстов. Сколько работ Вермеера у нас сейчас? Или 34, или 35. То есть у одной атрибуции гуляет туда и сюда. Исчезла половина того, что Вермеер написал. Вермеер был довольно дорогим художником, а ценностями не разбрасываются, всё равно пропала половина работ. По документам мы знаем название десяти работ, которые написал Вермеер, и которые точно пропали. Может быть шести, потому что там описание смутное. Итак, Вермеер пропала половина работ. Теперь Бартоломеус Брейнберг. Итальянист, который писал чарующую и замечательную Италию. И в серой, и холодной Голландии его с удовольствием покупали. Он занимался живописью 38 лет. Дошло 115 картин. Очень хороший и серьёзный каталог. С тех пор нашли ещё пару десятков картин. Всё равно, если мы разделим картины на количество лет, получается 4 работы в год. А должно быть 35 работ в год для художника такого уровня. Цен – это норма, чтобы нормально зарабатывать себе на хлеб. Причём это работы проданные, а не только написанные. И ещё интересно. Первая работа Брейнберга, дошедшая до нас, датирована 1622 годом, а он начал писать в 1619 году. То есть первые три года его живописи нам неизвестно. То же самое можно сказать про многих других художников. Мы знаем их живопись только когда они прославились, когда они достигли пика в мастерстве, а про ранние этапы у нас нет никакого представления. Мы не знаем, кому они подражали, рисовали ли хорошо сразу, или только потом научились. Всё это неизвестно. И, наконец, последний художник – Герард Доу или Герри Доу. С Герардом Доу интересная история. Он тоже ученик Рембрандта, тоже самостоятельный художник. Он первым смог убедить своих покупателей, что живопись – это драгоценность, это бриллиант. Он работал очень тщательно. Он писал небольшие холсты, совсем небольшие, очень долго. То есть его холсты – это ценность, это бриллиант, это капиталовложение. Его картины хранят или леют. Их можно продать при случае. Сколько картин сохранилось? По замечательному каталогу, который написал Ронни Байер, нам известно о 126 работах, после каталога нашли еще несколько работ, допустим, 150. Герри Доу работал 45 лет. И пусть он работал медленно, он создал гораздо больше работ, чем до нас дошло. Это хорошо можно понять по одной категории его картин – это автопортреты. До нас дошло 11 его автопортретов. Мы знаем, что еще потеряно 10 по документам. Возможно, среди этих 10 были работы, которые написали его или ученики, или подражатели, то есть, возможно, одна-две копии. Но наверняка были автопортреты, которые ни в каких документах не упоминаются. И вот, самый дорогой художник, любимец 17-18 и первой половины 19 века, времени, как раз когда терялась голландская живопись, потому что со второй половины 19 века началась мода на нее, и ее стали покупать в коллекции. И вот самый главный художник потеряна половина работ. Что же говорить о тех художниках, которые бриллиантами не были? Они могут быть очень близки нам, например, как Фабрициус, но их картины пропали. Есть еще сотни художников, которые работали всю жизнь, от которых дошла всего одна картина с подписью или монограммой. А эти еще тысячи имен художников, мы знаем о них по документам, ни одной картины. Иногда про них рассказывают интересную историю, и хочется тогда посмотреть. А что этот художник написал? Ничего не осталось. Увы, 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 увы. И как тут писать историю искусств? По определению, наша история будет искажена. По определению, мы будем ценить не хорошие работы, а только те, которые уцелели. Теперь о том, как гибли картины. К сожалению, история погибшей живописи не написана. Для нее нужна специальная книга, вернее, для нее нужно многотомное исследование. Есть несколько книг, которые вышли в последнее время, я думаю, о, будут мне под спорьем. Увы, книги достаточно поверхностные, неинтересные, с самыми банальными примерами. Так что, примеры мои будут достаточно случайны, просто то, что первым пришло в голову. Я начну с новых примеров и буду двигаться в прошлое. 1990 год. Ограбление музея Изабеллы Стюарт-Гарднер. Украдена картина Вермеера. Вот и стало у нас на одну работу Вермеера меньше. Когда говорят 34 или 35 работ, на самом деле это или 34, или 33 работы. Исчезло тогда же два Рембрандта. Если работы найдут, будет замечательно, мы скажем, ура, пока этих работ нет, пока я их считаю погибшей живописью. Чуть раньше. Катастрофа Второй мировой войны. Дрезденская галерея. Всем известная история про то, как картины спрятали в шахте, как их решили уничтожить, как их спасли, как их перевезли в Советский Союз, как их возвратили потом в Германию. В результате всех этих путешествий погибло 200 работ. То есть мы знаем, что эти работы точно погибли. 450 работ пропало без следа. Возможно, какие-то работы всплывут. Понятно, что даже если у кого-то есть такая картина, он не спешит бежать и заявлять об этом, потому что картину придется возвращать в Дрезденскую галерею. Я слышал об одном таком случае. Правда, то была копия, и работа была в Советском Союзе. К этому списку надо добавить 154 картины, которые были разбомблены, когда их перевозили на грузовиках в безопасное место. Эти работы сейчас вспомнят только потому, что там были дробильщики камня Курбе, Гюстава Курбе, известного французского живописца 19 века. Про все другие работы почти не помнят. 42 холста сгорели, когда разбомбили замок-резиденцию. Это было во время бомбардировок Дрездена. Да, в Дрезденской галереи были не только голландцы. Там были, конечно же, немцы, там были итальянцы, там были французы. Тем не менее, голландских работ тоже погибло немало. Например, мы знаем о пяти Герардах Доу, про которого я говорил, которые утрачены. Картины, сгоревшие в последний день войны. Это были картины в замке Шлосс и Мендорф, куда немцы свозили награбленное искусство со всей Европы. Сейчас об этом пожаре помнят только из-за того, что там погиб Климт. Были ли там голландцы? Я не знаю. Берлин. Берлинские музеи. Все понимают, что война, что будут бомбардировки, что картины надо сохранить. Их развозят по нескольким безопасным местам. Одно такое место за два дня до окончания войны. Начинается пожар, гибнут 433 картины. Там тоже погибли не только голландцы, но там было около ста голландских холстов. Во время Второй мировой войны погибло несколько рембрандтов, довольно много его рисунков. Это всего лишь несколько эпизодов большой европейской войны, и, увы, 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 войны и пожары случались и до того. Например, город Лейден, один из центров голландской живописи 17 века, 1929 год, полностью сгорает старинная мэрия со всем, что там было. Что это значит? Муниципалитет заказывал лучшим художникам большие дорогие картины. Художники старались, исполняли, и вот все сгорело, ничего не осталось. Франко-прусская война, 1870 год. В результате бомбардировок прусской артиллерии сгорает музей в Страсбурге, музей живописи и скульптуры сгорает полностью. Потом этот музей восстановили, нащипали из разных мест по работе другой. В 1949 году музей сгорел снова. Часть работ удалось спасти, но часть погибла. То, что исчезло давным-давно, то, что исчезло недавно, воспринимается как ужасная катастрофа, как огромная потеря. То, что исчезло давно, про это все забывают. Ну, например, английский замок Бивер. Сейчас по нему ходят туристы и любуются на живопись, которая лисит на стенах. Какая красота! В 1816 году замок сгорел. Погибло 120 холстов, в основном английская школа, Рейнольдс. Однако же погибли и голландские картины. Погибло снятие с креста, которое приписывалось Рембранту. Мы не узнаем, это Рембрант или нет. Погибло две картины Франца Халса. Мы не знаем, что это были за картины. 1812 год. Все помнят война России с Наполеоном, Москва, пожар Москвы. Сохранились воспоминания французских офицеров, как они входят в роскошную усадьбу московской знаки, видят богатство, видят картины на стенах, начинается пожар, все сгорает за один час, ничего не осталось. Ни одна усадьба так. Много усадьб. Тот же самый год, та же самая Москва, тот же самый пожар, царский Слободской дворец. Опять-таки воспоминания. Из дворца выходят офицеры с картинами, свернутыми в рулон, то есть они их вырезали из рам, они, вероятно, знали, что это за картины, понимали ценность. Начинается пожар, дворец полностью сгорает с тем, что не успели оттуда украсть. Все картины, которые спасли, погибли во время отступления Наполеона из Москвы. Не только пожары, но и кораблекрушения. Екатерина Великая решает купить для Эрмитажа лучшие картины голландской школы. Ее посланники делают это. И в 1771 году корабль фрау Мария везет картины из Голландии в Петербург. Около берегов Швеции корабль тонет, 24 работы погибло. Среди них Триптих Герарда Доу, одна из самых его знаменитых работ, а также Метсю, Поттер, Терборг, ничего не осталось. Есть небольшая вероятность, что эти работы не погибли, потому что все знали, что такое морское путешествие, что такое сырость, что такое соль, и работы запаивали в специальные свинцовые ящики. Место кораблекрушения несколько десятилетий тому назад нашли. Однако же решили корабль не поднимать, потому что на груз претендовало бы три страны, Швеция, Россия и Голландия, и тяжба была не нужна никому. Так что эти работы возможно до сих пор на дне морском. Живопись гибла во все века по всей Европе. В 1695 год французы бомбардируют Брюссель, сгорает от 4000 до 5000 томов. Там гибнет вся мебель, все драгоценности, все книги, все архивы и все картины. Живопись тогда была модной, она висела в домах, наверняка там были и голландские мастера, очень жаль, были и фламандские мастера, тоже очень жаль, ничего не осталось. И, наконец, можно вспомнить взрыв в Дельфте. Вот картина последствий взрыва, художник Эгберт Вандерпул, картина написана в тот же самый год, то есть он видел, что там произошло, была разрушена треть домов Дельфта, все, что там было, все картины, все искусство, все погибло. И теперь короткий рассказ о трех картинах. От них остались черно-белые фотографии, это работы из Берлина, про которые я говорил, которые погибли за два дня до окончания войны. Вообще любая картина связана тысячей нитей с другими картинами, каждый художник связан с другими художниками. И когда таких художников тысяча, а картин сотни тысяч, то получается хор, который и называется школой живописи. И вот представьте, что был хор в тысячу человек, и из него ушло девятьсот девяносто человек. Итак, первый художник это Вильям Бейтевех, который был график, от него осталось десять картин, наверняка картин было больше, но осталось вот даже меньше, чем у Фабрициуса. Эта картина ему приписывалась, то есть может быть это был он, может быть это был не он, может быть кто-то ему подражал, а может быть это был другой художник, который писал в той же самой манере. Ни на какой из этих вопросов мы сейчас ответить не сможем. Картина пропала. По черно-белой фотографии понять ничего нельзя. Следующий художник вообще никому неизвестный, Ваутер Крабет младший. Какие вопросы тут хочется задать и на какие вопросы нельзя получить ответ. Ваутер Крабет младший был караваджистом и работал в Гауде. Другие же караваджисты, то есть те, кто подражал караваджа, работали в Утрехте. И вот про утрехтских караваджистов мы знаем, а про караваджистов из Гауда не очень. Было бы интересно узнать, как на итальянского гения смотрели из двух разных углов, из Утрехта и из Гауды. Ответа на этот вопрос не будет. И, наконец, третья работа, художник Геррит Хорст, «Великодушие с цепиона». Огромнейший холст, 2,50 на 3,25. Был ли Хорст учеником Рембрандта, или просто копировал модного живописца? Было бы больше работ, мы бы поняли. Огромное полотно, важный и дорогой заказ. Как исполнялись такие большие заказы в то самое время, когда Рембрандт тоже писал большие исторические работы? Что делали другие художники? Заглаживали поверхность или нет? Или писали свободно? Чем отличаются или не отличаются от Рембрандта? Каждая картина ответила бы или не ответила на часть наших вопросов? Но картины этих, увы, нет, как и сотен тысяч других полотен и панелей. Так что можно сказать, увы, сто тысяч раз. В заключение скажу еще раз, что картины в основном исчезали не из-за пожаров или войн, а из-за того, что выходили из моды, из-за того, что их некуда было девать. Иногда художники возвращаются, воскресают из небытия. Это случилось с Адрианом Курте, который писал на Тюрморде. Интереснейший художник, он писал ни фактуру, ни ткани, ни золото, ни серебро, а он писал пустоту и печаль. Он хранился там и здесь, в разрозненных коллекциях и собраниях. Никому не был известен, все эти картины не могли связать в один узел, и вот в середине 20 века в 50-х годах голландский искусствовед Лоренс Бол открыл этого художника и он занял одно из самых важных мест в истории голландского натюрморта. Сейчас любой музей, который претендует на то, что в нем представлена голландская живость полностью, гоняется за картинами Курте. Так что чудеса бывают, иногда картины и художники возвращаются, однако же сотни художников пропало. Я завершаю свой рассказ. Повторю, что большинство картин голландского золотого века до нас не дошло. Наше понимание голландской живописи несомненно искажено и фрагментарно, и о многом мы можем только догадываться. Спасибо за внимание.